Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и сегодня я хочу поговорить о том, что представляет собой радиоуглеродный анализ, с помощью которого археологи, историки, ну конечно при соучастии физиков, определяют возраст разных объектов, содержащих органические вещества. Ну понятно, что это за объекты, это могут быть какие-то ткани, или например древний пергамент, или какие-то доисторические люди кого-то так сказать охотились, съели, а археологи нашли косточки, это тоже органика. Ну и в конце концов вот раскопали могилу, в ней лежат останки древнего человека. И тоже можно определить возраст с помощью этого метода. Но я должен сказать, что я про этот метод читал конечно и раньше, но не совсем понимал, почему он дает такую точную датировку. А на днях мне подарили вот такую книжку, это Роберт Хейзин, симфония номер 6, в которой говорится про кругооборот углерода в природе. Ну вот аналогичный кругооборот воды в природе, про который мы все когда-то в школе изучали на природоведении. И Хейзин излагает этот материал так ясно, что мне захотелось тоже пересказать его рассказ. И наш рассказ надо начать с изотопного состава углерода, который содержится в атмосфере. Ну в атмосфере конечно практически весь углерод он находится в составе углекислого газа. Ну и если мы посмотрим на атомы этого углерода, то окажется, что 99% большая часть этого углерода это С12, то есть такой атом, который содержит 6 положительно заряженных протонов и 6 нейтронов. Ну а также имеется 1% углерода С13. Протонов здесь столько же, а нейтронов на 1 больше. И вот эти два изотопа С12 и С13 они оба стабильные. Но оказывается, что там в этом углекислом газе атмосферы присутствует также ничтожная, но все-таки обнаруживаемая доля радиоактивного углерода С14. Его там 10 в минус десятой процента, то есть один атом на триллион атомов. И вот этот радиоактивный распадающийся углерод и является основой радиоуглеродного метода. Теперь пункт следующий. Откуда же возникает этот радиоактивный углерод С14 в атмосфере? А берется он в результате бомбардировки атмосферы космическими лучами. В атмосфере очень много азота, ну и основной изотоп это Н14. Значит нейтрон ударяет по ядру азота. Ну и при этом сразу же оттуда вылетает протон. Значит что у нас получилось? Масса не изменилась. Нейтрон принес единичку, протон унес единичку. А вот заряд при этом изменился. Нейтрон никакого заряда не принес, а протон унес единичку. Поэтому Н14.7 превращается в С14.6. Заряд уменьшился на единицу. Но часть вторая. Дальше этот углерод начинает распадаться, поскольку он радиоактивный и нестабильный. И распадается он опять вот в этот же самый азот. Все возвращается, но только реакция при этом такая. Это бета распад. Улетает электрон. Он уносит заряд минус единичку. Поэтому шестерка превращается в семерку и минус единичка вот здесь в сумме они дают 6. Ну и еще при этом улетает электронная антинейтрина. В результате в атмосфере устанавливается динамическое равновесие. Сколько атомов радиоактивного углерода С14 возникает, столько и распадается. И один атом углерода из триллиона в атмосфере является радиоактивным. А дальше начинается процесс образования органики. Растения усваивают из атмосферы углекислый газ в процессе фотосинтеза и строят свое тело из атомов углерода. Травоядные животные едят растительную пищу. Так углерод попадает в их тело. Человек ест растительную животную пищу, а также изготавливает одежду, орудия и другие предметы из древесины, кожи, растительных волокон и костей. И во всех живых организмах сохраняется то же самое процентное содержание радиоактивного углерода С14, что и в атмосфере. Один атом на триллион. А вот в неживые останки живого и в созданные человеком предметы радиоактивный углерод из атмосферы уже не попадает, не образуется в них и может только распадаться. И распад его происходит таким образом, что за каждые 5700 лет распадается половина атомов. Поэтому вот этот интервал 5700 лет его называют периодом полураспада. Ну соответственно за 5700 распалась половина, за следующие 5700 из этой половины распалась ее половина, осталась четверть от начального, потом распалась еще половина и осталась восьмая часть от начального и так далее. Ну у нас получается такая геометрическая прогресса, а если время течет непрерывно, то нам вот нужна вот эта формула с показательной функцией. А историк, археолог, ну и физик, который с ним сотрудничает, они решают в этом смысле обратную задачу. Вот они взяли какой-то объект и узнали, что содержание радиоактивного углерода по отношению к остальным атомам нерадиоактивного углерода. Оно меньше, чем один атом на триллион. Ну вот сколько-то. И зная вот это сколько-то, во сколько раз оно меньше, чем стартовая величина, они узнают, какое время прошло. И для этого им нужна вот эта вторая формула с логарифмом отношения начальной концентрации к той концентрации, которую они обнаружили. Метод радиоуглеродного анализа был изобретен американским физико-химиком Уиллардом Либби вскоре после Второй мировой войны. И в 1960 году он получил за свое изобретение Нобелевскую премию. Но сам Либби в своих экспериментах считал распады атомов радиоактивного углерода С-14. Ну а их происходит весьма мало. Если взять, ну так сказать, свежеобразованную органику, содержащую один грамм углерода, то в ней будет происходить три с половиной распада в минуту. Ну соответственно, если пройдет больше времени, то распадов будет еще меньше. Ну и таким образом можно добираться примерно до 50 тысяч лет по шкале времени. Ну а сегодня с этой целью применяют гораздо более эффективные методы с использованием масс-спектрографов. Ну и о том, как работает масс-спектрограф мы когда-нибудь снимем отдельный ролик. Сам Либби первым делом испытал свой метод на недавно открытых перед этим кумранских свитках, они же рукописи Мертва моря. И обнаружил, что его датировка физическими методами в две тысячи лет прекрасно совпадает с той датировкой, которую давали археологи и историки. Это действительно рукописи, созданные в эпоху первоначального христианства, как мы считаем, что это происходило две тысячи лет назад. Ну, скандальной была другая история, когда уже в 1988 году таким же методом попытались определить датировку туринской плащаницы, которая считалась, ну, таким отпечатком, платом, в который было завернуто тело Иисуса после смерти. Ну, и выяснилось, что ткань, из которой сделан этот плат, она была изготовлена, ну, там где-то в 1350 году плюс-минус сколько-то лет. Ну, и, соответственно, эта ткань и эта плащаница, ну, с точки зрения науки оказались подделками. Радиоуглеродный метод датировки применяется сегодня учеными очень и очень широко. Но понятно, что, как и любой научный метод, он требует понимания тех допущений, которые лежат в его основе. Ну, и я предлагаю вам об этих допущениях еще раз подумать, где этот метод точен, где он не точен, и разные свои соображения на этот счет написать в комментариях под этим роликом на ютубе.